Восемь телефонных зворотов за годину поспел принять помощник президента Анатоль Маркевич по час промой телефонной линии. Не глядяши на то, что местом для работы с насельництвом стал город Иваново, дозвониться смогли не только мясовые жахары, а и жахары Бреста, Пинска, Барановича и Кобрына. Одной из них стала шмадетная молодая мать, якая звернулася с жилевым пытанием. Жанчина разом с семьей прописана у квартиры мать, где жилая площа 73 метра квадратных, а прописаны 8 человек. 13 апречных годов она живет в арендном жиле. С народжением третьего дитя претендует на особное жилье. Нас поставили в многодетную очередь, предложили жилье, мы оплатили справки БТИ, и нам пришел ответ, отказ от квартиры и сняли нас с очереди. Подскажите, как можно решить этот вопрос? Анатолий Маркевич пообещал деталево разобраться у ситуации и поглядеть, как можно выражать эту проблему. Помощник президента в черговый раз огучил. Кожная шмадетная семья может различовать на державную допомогу по лапшине жилевых умов. Але подкреслю, право на отримание такой допомоги треба доказать. Сегодня мы прекрасно знаем отношение государства к многодетным семьям. Приоритет безусловный и в различных вопросах, в том числе в вопросах улучшения жилищных условий. И та работа, которая проводится, имеет очень хороший и серьезный результат. А кроме питания жилевого, якое подчас промой телефонной линии приема пособистых питаний гучало не раз, уздымались и питания, которые итычились о предоставлении участков под приватное будовництво, на лечение пенсии, працевладкование и доброе упорядкование сельских дорог и улиц. А вот пенсионерка Вольга Никанович закранула тему газификации. У мая женщина выросла провести газ, але ее и отмовили. Мауля у помешканья под установку котла по документам лечиться кладовкою, а не обходно, как было указано кухня. Кабдать ход справе, пропоновали изменить увеситых пашпорт на дом. До таких незапланованных выдатков жанщина оказалась и не готовая. Помощник президента пропоновал местовым уладам свое расшение питания. Надо выехать на место, если там не были. Выехать, посмотреть, походить, где, вот, что за помещение. И на месте определиться, как мы будем действовать в этой ситуации. Громодзянку такие ход справы задоволил. Соответствующие службы будут принимать решение. Мы надеемся на то, что будет результат положительный. Усягон особистый прием до Анатолия Маркевича на этот раз записалось пять человек. Усе же хоры Ивановского района. Кожный зворот будет разгледжен на мясовом узровне с притягнением по необходности областных службов и ведомствов. Татьяна Будвусаим, Людмила Салзин, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Абрест».